Альбертини в запасе 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 Ему, вы знаете, Гаттуза нужен как разрушитель, как террорист. У него и лицо такое. Да, вы только что оттуда вернулись, из тех краев, так что эти лица знакомы. Вот Альбертини с мячом. Как раз Гаттуза подключается Мальдини. Все, казалось бы, перекрыто и вновь Серджинио. Ну, Джет Закерони там что-то подсказывает даже насчет усиления игры в атаке. Джунти. Джунти Альбертини. А вот Гули. Нет, не дают играть на флангах. Не дает интер играть на флангах, совершенно нет. Да, Бертини придерживает Горгатаса. И мяч был у Интера. Теперь Интер потерял. Серджинио подхватывает. Занетти преследует его. Мальдини. Ой, как здорово между ног пробросил. Молодец. Уже знает, да, и говорит правильно. Ну, он пока говорит через переводчика. Он так... Мне кажется, что, судя по его акценту, как он говорит, он не очень скоро выучит итальянский. Хотя он очень много занимается языком, но у него будут некоторые трудности в этом сезоне. Так, штрафной выполняет Милан. Ну, Милану надо уже толпой там атаковать. Мальдини, Альбертини. Да, Закерой, наверное, показывает. Давайте, навешивайте туда, ребятки. Альбертини. Мальдини. Снова. Это сверженье, навес. Шевченко бьет, попадает в перекладину. Ну-ка, удар, гол, Шевченко. Ну, везун. Ну, чутье фантастическое совершенно, а? Абсолютно. Притом, он заслуживал почти гол ударом головой. Да, ну, потом вдруг тормознул, как чуя, все равно мяч рикошетом в ногу и в ворота. Да, вот сейчас будет, что еще Милан выиграет. И журналисты все скажут, мы были правы, когда... Смотри, головой здорово сыграл, потрясающе. И смотри, удар и в него прямо рикошет там, мяч отлетает в ногу. И Перуцци все верно сделал, среагировал. Видите, смотрите, три ноги и четвертая Шевченко. Даже не била, а просто попала в ногу. Да, в колено просто попала. В колено. Фантастика, а? А? Андрей Шевченко. Бомбан будет выполнять углов. Удар! Опа! Милан выиграл. 2-1. Виа забил. Милан выиграл. Помните, я сказал фразу, что все-таки, хоть и у Виа что-то не получается, но от него можно ждать, что угодно будет. Да, вот вам и на. Конечно. Да, и смотрите, и сейчас будет добавлено время, и заканчивается... Тайм второй нашим электронному секундомеру. Ну, как интересно, вот, да, ушел Бирхов, и оба нападающих забили по голову. Шевченко и Виа. Да, вот, я не понимаю, столько защитников, почему против... Занейте, санейте, при... Три минуты добавил арбитр. Вы знаете, какая ведь штука? Да. То есть, вот, феномен человека, стоящего в воротах, я имею в виду полевого игрока. Вот, с моей точки зрения, их надо готовить, этих людей, чтобы они умели себя вести в воротах в таких ситуациях. Ну, он как встал на линии, держался за штангу. Зачем держаться, непонятно. Он должен себя вести, как заправские врата, и стоит решать, что он не имеет права играть головой. Он должен занимать такую позицию, он должен так же готовиться. Ну, посмотрите, он стоял истуканом, держался за штангу левой рукой. Когда мяч полетел, он начал прыгать, ну, стоя на линии ворот. Ну, выйди хотя бы на метр вперед, на полметра, тогда бы сыграл головой и спас бы свои вороты. Субтитры сделал DimaTorzok